Микс Ньюс Программа слушателей, начинается программа «Синема». Сегодня мы поговорим о латвийском кино, но, может быть, сначала просто я хотел напомнить, что те, кто интересуется российской историей, в эту пятницу в Доме Москвы будет возможность посмотреть фильм про декабристов «Союз спасения», картина, которая очень такая, ну, нашумевшая и снималась несколько лет. Для России это уже такой, ну, большой очень проект исторический, там очень много было костюмов, очень много сцен компьютерной графики, потому что это всё снималось, нужно было воссоздать начало XIX века на Зимний дворец и прилегающие все площади. Так что в пятницу в 19 часов, ну, а вот у нас, если говорить про наш латвийский прокат и латвийскую историю, фильм, который две недели подряд остаётся самым посещаемым фильмом нашего кинопроката, и это действительно, ну, мне кажется, такой удивительный факт, потому что выходят голливудские блокбастеры, там «Плохие парни», три, там выходит масса фильмов, которые, ну, в американском мировом прокате гремят, и зритель всё-таки выбирает наше кино, наше латвийское кино, и это фильм «Пилса», это «Пеопес». Сегодня в нашей студии исполнитель главной роли Давис Сухаревский. Здравствуйте, добрый вечер, Давис. Здравствуйте, добрый вечер. И, наверное, первый вопрос, вот каково это видеть своё лицо на всех плакатах, буквально на всех остановках, огромные плакаты на кинотеатрах. Наверное, я думаю, что редкий даже политик, политиком мы видим так много и так часто, вот как, каково это ощутить? Ну, по крайней мере, я пытаюсь на себя не смотреть, чтобы не заболеть нарциссизмом, потому что это такая болезнь, которой я очень боюсь, никогда не хочу стать таким человеком, который во себе любуется и радость самую большую добывается. Но узнают вас на улице? Нет. Да, нет, не узнают, потому что у меня очень хорошее средство, мои глаза, которые, ну, не глаза, а очки, которые очень даже изменяют моё лицо. Но насколько вот этот фильм действительно изменил вашу жизнь, потому что ведь вы не профессиональный актёр, вы учитесь в Латвийском университете, изучаете химию. Насколько вот, как сложилось, почему вы заинтересовались, я знаю, что вы увидели объявление в Фейсбуке. Да, и вот как могло произойти, что вдруг вам захотелось попробовать свои силы, понимая, что огромный будет кастинг. Ведь я просто нашим слушателям хочу напомнить, что это, ну, не просто главная роль, всё-таки Ансис, он появляется практически в каждой сцене фильма. То есть это персонаж, который проходит через весь фильм, всё, весь сюжет строится на нём, и практически вот это огромная ответственность. То есть это, я понимаю, что, ну, на Естер-Карджи тоже легла, но вот нам нужно было найти именно вот этого актёра. Я знаю, что он искал почти целый год. Да, ну, у меня не было такого, такой цели быть главным героем этого фильма. Я даже не думал, что это возможно. Я, когда я отправил своё видео, я думал, ну, вот просто увидеть что-то новое, познакомиться с новыми людьми, посмотреть, как сделается кино. Потому что это не была моя первая мечта с детства, но это всегда интересно. Ну, для каждого человека в мире, я думаю, что хоть чуть-чуть хочется, ну, как бы интересует, как это вот всё происходит, как эти фильмы там сделаются, и что там происходит. И вот такое любопытство меня и доставило это делать. То есть вы отправили видео, и дальше, я понимаю, что ведь кастинг основной происходил всё-таки уже потом в Риге, да, вас пригласили в Ригу. Вот как, когда вы поняли, что вас уже рассматривают как претендента на главную роль? Да, до самого конца я не понял ничего. И это, я думаю, что не только до самого конца кастинга, но вообще до самого конца предыдущего года я вообще ничего не понимал. И я думаю, что и сейчас я не могу сказать, что я всё знаю и всё понимаю, потому что я только один раз видел этот фильм в Краслове, и тут эти ощущения были такие, как хиперболизированные, что всё вот так, прямо, что ты такую вот чистую правду не можешь увидеть. Но я, мне понравилось. Просто этот персонаж, Ансис, мы видим его на протяжении 10 лет. То есть, ну это, наверное, ещё с начала 30-х годов, затем вот 34-й год, это переворот Ульманиса, затем это время советской оккупации, затем время войны немецкой оккупации. Это вот очень большой отрезок времени. Насколько режиссёр ставил перед вами задачу прожить вот с этим героем? Насколько нужно было вот показать его, ну как он меняется, взросление его, его переживания? Ну, я не профессиональный актёр, это, я думаю, всем понятно уже. И поэтому в этом герое такого профессионализма от меня очень мало. Я делал то, что у меня сказал Весту сделать. Ну, конечно, я там иногда что-то добавил от себя, как я понимаю, как это было бы, но эти были такие искренние реакции на какие-то моменты или на какие-то ситуации, которые я видел или я думал, что могли бы происходить со мною. Так что вот это всё повзросление, которое происходит с Сансисом, это только Вестурс и то, как он видел этого героя. Насколько вот действительно вас в этом герое, насколько он отражает ваши чувства, ваши мысли? Ну, если вот так сказать, то тогда я думаю, ну какие-то 20%. Тогда остальное будет Вестурс, ещё чуть-чуть от Агнеса, от Цирла, который играет в Найгу, ещё чуть-чуть от Гундара Аболиня, который играет в Бернштейна, ещё чуть-чуть от всех людей, которые вообще там были. Я как-то вот пытался вот всё это сделать. Ну вот как раз вы работали бок о бок с Гундар Аболинч, в принципе, такая уже, ну, актёр с невероятным опытом и театральным, и киноопытом. Вот Агнеса Цирла, как они отнеслись к тому, что вот рядом с ними, вот непрофессиональный актёр, насколько они помогали или наоборот, там, ну, вот тут к нам пришёл. Слава Богу, что они не только хорошие, изумительные актёры, но и хорошие, приятные люди, потому что я думаю, что если, ну, там были какие-то неприятные люди, они могли бы сделать очень много так, что я себя чувствовал неловко, но так никогда не случилось. Если я себя чувствовал неловко, тогда это было только из-за того, что я себе в голову что-то там приворачивал. Но от них был только вот хороший совет, и они сами там, ну, Агнеса сказала, что она потом уже придумала, что она не будет мне дать никакие советы, но те, которые она мне дала, я вот как мачалка в себя абсорбировал. Ну, с другой стороны, я знаю, что на съёмочной площадке также с вами работала вот в роли Зисалы чешская актриса Бригитта Цмунтова, да? Цмунтова, да. Цмунтова. И здесь уже вы ей помогали, потому что ведь фильм снимался на латгальском языке. Мы сейчас об этом тоже поговорим подробно. И что для неё это, конечно, было очень сложно. И вот как у вас с ней было, как вы ей помогали, может быть, освоить? Ну, Бригитте я помогал только как вокал-коуч. Ну, даже не вокал-коуч, даже просто там какие-то маленькие детали в произношении какого-то слова или буквы. Потому что Бригитта уже тоже, она актриса, она играла в множество фильмов и сериалов в Чехии, в Праге. Так что, ну, как у актёра, я ей не мог помогать. Я только от неё мог учиться. Но в латгальском языке есть некоторые слова, которые чуть ближе к русскому произносят... Ну, не слова, а буквы, которые произносятся чуть ближе к русскому. Например, буква «ы», которая есть в русском и в латгальском. Ну, я о русском языке очень мало знаю, я не был таким умным в школе, но о латгальском я знаю чуть больше. Насколько вот это знание вообще языка сыграло решающую роль? Я знаю, что латгальский ведь родной ваш язык, да? Да, да. Вы учились, но учились вы всё равно в школе на латышском, то есть? Да, на латышском языке. Но латгальский всё равно оставался там, по-моему, какие-то предметы всё-таки преподавались? Нет, ну, к сожалению, или очень может быть хорошо. Я думаю, к сожалению, только предмет религии преподавался в латгальском. На латгальском, как правильно? Да, на латгальском языке. На латгальском языке. И это было потому, что католицизм, он уже от времени иезуитов очень близко в Латгалии связался с латгальским языком. И это было неумно, может быть, учить детей молитвы на латышском или как-то по-другому, но на родном языке. Так что я из детства говорю, но моя мать иногда сказала, что я воистину начал говорить по-латгальски только когда я переходил на Ригу жить. Но, кстати, вот это тоже очень интересный момент, вот когда человек уезжает, может быть, из родных мест, он более остро ощущает, потому что я знаю, ну, просто как личный пример, вот я учился в Москве, и поэтому вот именно приехав в Москву, вдруг я ощутил, что действительно я из Латвии, вот я понимаю, что вот я из Латвии, здесь вот как-то обостряется это вот понимание чувств. Да. А насколько вот на латгальском языке было сложно, ну, остальным актерам, то есть насколько, вот сама идея, вот почему было все-таки, было решено снимать фильм на латгальском, потому что ведь понятно, что можно было, ну, как бы, не снимать на латышском, но как будто бы мы понимаем, что, наверное, люди говорят на латгальском точно так же, как, ну, если бы мы снимали фильм там, где действия происходят в Англии, мы бы снимали, мы бы снимали на латышском, но как будто бы вот это мы говорим по-английски. Да, ну, насколько я знаю, это было такое решение принято, потому что, ну, это как бы выросло из того, что место, где фильм снят, Латгалья, ну, по-большому, потому что там некоторые стены были в Литве, и там в Субботе тоже, в Субботе это место в Сейлы, которое очень остро реагирует, если сказать, что они из Латгальи, так что, да. И вот от этого места и возникла идея, что, может быть, надо, ну, надо на латгальском языке это снять фильм. И тогда, когда Верстерс уже обрабатывал эту идею, он встретил ещё побольше людей, которые говорят на латгальском, и очень хорошо выглядели на экран, и так он как бы ассимилировал эту идею и сделал эту реальность. Получилось так, что вообще в фильме звучит множество языков, потому что там, ну, частично немного русский, но в том числе и немецкий, поскольку один из героев, это, я понимаю, ну, как раз-таки вот сын семьи прибалтийских немцев, который затем возвращается уже в эти места как офицер немецкой армии. Ну, и у вас вот ряд диалогов с ним как раз-таки на немецком языке, и это ещё одно вот такое удивительное, я понимаю, испытание. Ведь вы учили немецкий или как это вообще? Я слушал просто, когда я учил просто в Хердершуле немецкий язык, я был прямо удивлён, думаю, о, как вообще-то, насколько ты так здорово, может, на скольких языках этот актёр говорит? Это немецкий язык для меня был просто пыткой, потому что я вообще никогда в жизни не учил немецкий язык, и он очень трудно шёл в моём голове, потому что, ну, я не знаю, почему это так, но я знаю английский язык, и, ну, достаточно хорошо знаю английский, и мне в моём голове казалось, что эти все буквы надо произнести как в английском, но в реальности такого нету. И слава Богу, что там были множество человеков, людей, которые умели говорить по-немецки, и мне очень много-много-много надо было повторить эти все слова и эти все линии, которые у меня были. И самое интересное, что самый большой кусок текста, который есть у Ансиса, это именно на немецком, и это было очень трудно. Да, потому что в немецком языке очень много таких специфических звуков, такие вот, ну, которые вообще отличаются и от английского, и от русского, и от латышского, то есть это, в принципе, я знаю, что насколько, когда люди начинают учить язык, им поставить произношение очень сложно. А получается, что вы учили как? Фонетически? Фонетически, да. Да, я просто вот так вот сделал на себе и вот выучил. Иногда, если такой хороший день, я могу и сейчас отговаривать все свои линии в фильме. На немецком языке? На немецком языке. А хоть вот чуть-чуть какой-то? Ну, например, тут есть такой диалог с каким-то, ну, не каким-то, но с немецким. Вот я не знаю, как его называть на русском языке, но там он, мы там здороваемся. И я скажу, подождите, прошлое, не. Ханс, Ханс, Хэрмайор, Синдет де Хохстис Аутуритат. И тогда, так-то, что-то, что-то, что-то. Им хаус вошендебе варен, эст ничт мертвзухен. И тогда, что-то, 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 что-то. Ну, вот, но сегодня я не могу, сегодня не такой красивый день. Ну, кстати, да, это одна из первых сцен, когда этот Хэрмайор как раз, да, стоит на лестнице, а вы... Да-да-да, именно тот. Насколько было сложным и, может быть, интересно вот сниматься, как раз, фильм же снимали в большом количестве мест, съемки происходили не в одном городе, а прямо вот, ну, по Сейлотгале, вот насколько это было, какие локации, какие, вот, может быть, места, где вы с ним проходили съемки? Это было просто замечательно. Я никогда не знал, что Латгалия такая красивая. Я знал, что она красивая, но никогда бы не думал, что в Лудзе можно так полюбить этот город. Он просто восхитительный. И там всё такое, ну, вот, интересно. Да, вот Лудзе, она у меня вот как-то на самом деле, вот, да, полюбил я этот город, но Краслова, она тоже такая вот красивая. Да, все эти места, ну, это, разумеется, потому что Иова и Вестурс не были, не возьмели бы эти места, если они не были красивые. Например, дом Найги и дом Зисали – это один дом, который принадлежал когда-то очень давно фотографу Субботес. И он был до того богатый, я бы сказал, что он мог в то время себе позволить земный огород, в котором он мог сделать эти фотосессии. И если вот видеть этот дом в реальности, тогда это, ну, вообще, ну, в Риге такого дома нет, а там вот есть в маленьком городе в Сейлы. И также мой дом, ну, не мой, но дом Ансиса – это первоклассный, как бы, первоклассный дом Даугава, там, пятьсот метров, даже не пятьсот метров, сто метров, может быть. Мне очень плохо с этими… Да, нет, но действительно он стоит у реки, и очень действительно… Да, и очень красивый, и он такой романтичный, там на таком маленьком береге, ну, вот, красиво прямо. Да, мы сейчас сделаем маленькую паузу программы «Синема», и мы продолжим обязательно рассказ про фильм «Пилс, это пиопес». Продолжается программа «Синема», и сегодня в нашей студии исполнитель главной роли Ансиса в фильме «Пилс, это пиопес» Давид Сухаревскис. Мы говорим об этой картине, которая две недели подряд остается самым посещаемым популярным фильмом Латвии, и в прокате она такая, действительно, картина, которая собирает много зрительского интереса, потому что я вот смотрел вчера этот фильм на самом последнем сеансе, 21.30, и зал был, ну, наполовину полон, и в середине недели, ну, даже, ну, вторник, казалось бы, рабочий день, и тем не менее вот люди приходят, они смотрят, им очень интересно, и в чем вот, ну, я не знаю, на ваш взгляд, вот почему такой интерес вызывает эта картина? Ну, я думаю, что это будет этот латгальский язык, потому что все в Латвии знают, что это Латгалья, и все знают, что мы такие, может быть, не такие нормальные, как латышские люди, ну, мы такие чуть-чуть с своими птицами, и это, я думаю, что наполовину правда, и все хотят посмотреть, как эти люди там. То есть те анекдоты о латгальцах, вы считаете, ну, то есть такой, может быть, ну, такой легкий, ну, юмор, он имеет какое-то вот отношение, что все-таки латгальцы чуть-чуть отличаются? Ну, вот я не знаю анекдотов, если вы знаете, вы можете мне рассказать, но я думаю, что да, ну, отличия есть, ну, мы все люди разные, но латгальцы, они еще разные, потому что, ну, такие вот эмоциональные, такие страстные, мой врач, мне был врач, ну, в Риге, лор, ухо-горлонос, и она сказала, да, вот латгальцы, это испанцы, Латвии, я думаю, что, ну, вот, какое-то правда там есть. А скажите, вот насколько действительно, вот вы, если мы говорим про эту судьбу Ансиса, вот ведь он, получается, что вот даже сам такой теглайн, он, живя вот при разных режимах, такое ощущение, что все-таки, ну, как бы не то, что недоволен, но он ощущает несправедливость, ну, когда в Ульмановские времена он беден, он не может раскрыть свой талант, он действительно ведь достоин того, чтобы стать художником, но, к сожалению, вот ему не позволяет эта власть это сделать. Когда приходит, ну, советский НКВД, и происходит много несправедливости, он страдает, видя, ну, что хорошие люди, они, оказывается, высылаются в Сибирь, и происходят такие несправедливости. Когда приходят немцы, ему жалко евреев, он понимает, что и в этой власти очень много, ну, несправедливого и нехорошего. Вот как выжить таким людям на свете, получается, что ему, ну, очень трудно жить, он, у него есть какое-то, у меня ощущение было, что он судит людей не вот, ну, в нём есть просто какой-то вот человеческий, как у музыканта камертон, вот какой-то внутри камертон человеческий, что он относится к людям именно вот по… не потому, к какой партии они принадлежат, какому режиму они служат, а совпадает или не совпадает с его понятием, что такое хорошо, что такое плохо? Ну, я думаю, что для самого этого человека это, может быть, не самое лучшее, что может происходить, ну, просто от эволюциональной перспективы, смотря на этот вопрос, потому что такому человеку, который пытается увидеть правду или, ну, истину в какие-то вопросы или видит её, тогда уже будет труднее смотреть на лицо по всему плохому, что происходит в мире. Я думаю, что такие люди есть и были и будут, надеюсь, что они такие, ну, будет и в будущем. И сейчас, я думаю, что если ансис был бы жив, ну, я думаю, что где-то такие ансисы есть, тогда ему было бы, может быть, ещё чуть полегче. Но вот в эти времена, когда всем уже трудно, ну, такими людьми ещё труднее. Вот. Ну, я думаю, что он как-то на очень маленьком проценте хотят, чтобы его все остали в покое и дали возможность заниматься. Дали рисовать просто, и он был очень счастлив. А скажите, вот, окажись вы на месте ансиса, ну, вот, если представить себя, перенестись в те времена, насколько действительно это, ну, вот, ужас человека, который оказывается вот между этими жерновами истории, которые перемалывают людей, судьбы. То есть вот насколько, ну, понимаем ли мы, вот, насколько тяжело давался людям выбор в то время, на чьей стороне быть, если, ну, вот, как ансис, он понимает, что не там правды нет, не здесь правды нет, то есть вот как поступать? Ну, я не думаю, что всем был какой-то выбор. Думаю, что достаточно много произошло так, что у тебя не было никакого выбора, и тебя просто там взяли в легион, взяли там в Красную армию. Ну, это, скорее всего, не в латвийском территории было так часто, но в русском территории, я не думаю, что все эти люди хотели этого делать. И что я хотел сказать? Что, ну, не у каждого был выбор. Да, не у каждого был выбор. Ну, я думаю, что очень мало от этих людей хотели этого сделать. Ну, кто хочет идти воевать за какие-то идеи, которые большинство даже не понимает. Там были какие-то, ну, у людей были илузии даже, может быть, что это за свободу Латвии. Ну, кто это, Бог это знает. Я не знаю, я вообще в истории так хорошо не разбираюсь, так что у меня это больше такая спекуляция. Да. Но если бы я был вместе Антис, я так думаю, то... Ну, я бы делал какие-то вещи по-другому. Я не знаю, как... Может быть, он мог бы быть ещё добрее в какие-то моменты взять эту жизнь, как бы чуть больше на свои руках. Я не думаю, что эти моменты, когда там, ну, такие тривиальные, я думаю, что, может быть, ну, там, там, например, в церковь, когда они говорили о маленьких детях, которые были евреи, он почему-нибудь в Антис не взял эти дети. Потому что это тоже трудно. И всем было трудно, и никому не было легко в те времена. Да и сейчас. Ну, сейчас нам гораздо полегче жить. Нету такой... Ну, невозможности, но необходимости сделать такие экзистенциальные выборы. Но, может быть, это даже не так хорошо, потому что Жан-Пол Сартер говорил, что самые свободные французские люди в Париже были тогда, когда Париж был оккупирован нацистами, потому что каждый выбор, что они сделали, был, принадлежил только ими. И, может быть, в такое время можно видеть, которые люди наистину хороши, и которые просто хотят выжить. И неплохо, ни то, ни другое. Я не могу судить. И я думаю, что ни я, ни фильм там не в таком позиции, чтобы судить кого-то за выборы, которые люди сделали тогда. Этот фильм просто показывает, что вот так было. Хорошо это или плохо, это остаётся на половину зрителя. Я думаю, что это хорошо. Ну, интересно. А рисовали вы? Насколько там то, что эти рисунки, это ваше или нет? Нет. Нет. Все рисунки Рейны Саппетерсона, я думаю, что такое имя у него. Потому что он действительно очень талантливый. Ну, ваше там участие, то есть, ведь показывают, что вам приходилось тоже дополнять. Нет, ну, что-то, да. Что-то там я вот в своей кривой руке. Вы учились или как? Вам объясняли, что нужно делать? Каким образом это? Я рисовал уже с детства, но это очень примитивно, как я сделал эти портреты. Так что, ну, что-то я могу там, ну, вот, ну, как бы с углём сделать или с карандашом. И чуть-чуть могу и пытаться сделать с кистой. Но не до такого хорошего уровня, как это было в фильме, как это понадобилось в фильме. Потому что вот у Ансиса, во-первых, он, ну, просто умеет рисовать получше, чем я умею. У него этот натуральный талант побольше. И, во-вторых, у него это, ну, то, как он видит мир, это тоже от меня отличается. Потому что там можно видеть, что эти вот все линии, всё это, ну, вот, там кувыркается, как бы на портрет Найги посмотреть. Это увидишь. Да, тоже спектакль, потому что какая красивая Агнеса и какой там красивый портрет Найги. Ну, это, кстати, ну, там не было дублёра. То есть я знаю, что, например, в фильме «Титаник» рисовал, на самом деле, сам Джеймс Камерон, его руки рисовали. А вот этого я не знал. Да, и вот это не был Леонардо Ди Каприо. Вот это даже крупный, ну, крупный план рук, это были руки вот самого Джеймса Камерона, который он рисовал. Потому что Ди Каприо не умел рисовать. А у вас всё-таки, ну, вы сами, да, эти все сцены снимались? То есть всё, что в фильме происходит, происходит со мной, с Давису. Ну, с Ансесу и с Давису. Ну, то есть там не было каких-то дублёров у вас, не знаю, там, в сценах, там, когда в экшн-сцены или там где-то плавать, стануть, там, все эти какие-то... Всё было, всё было так, как это и на экране. И в постельных сценах тоже? Да, и в тех стенах тоже. Насколько вот всегда обычно, ну, вот актёры считают это частью профессии, да, что вот нужно, ну, вот какие-то такие даже, ну, сцены постельные. А вот насколько вы чувствовали себя комфортно, некомфортно, если вдруг там нужно было как-то с Агне ассоциировали, например, ну, вот, играть супружескую жизнь? Ну, я... Ну, вот это был такой темат, который мы в предыдущем днём перед съёмок обсуждали, мы всё разговаривали, и тогда мы это сделали. Вот так оно и было. Там не было никакого там смущения, ничего такого. Это надо было сделать, и это мы сделали. Как вот вы говорили, что в Краслове на премьере видели, как люди принимали фильм, насколько вот это, ну, вот было отклики людей, что они вам говорили, понравился, не понравился фильм, насколько показался. Ну, вот вы говорили, что вы были на премьере как раз в Краслове, да? Вот как зрители реагировали, как они смотрели? Ну, в Краслове были люди, которые, ну, большинство этого театра были люди, которые были в фильме в одном или в другом месте, так что все сказали, что хорошо. И, ну, вот на лицо я не испытал никаких плохих этих отзывов. Я думаю, что это хорошая примета латышских человек, что они очень тактные, и они не будут сказать, что вот не понравилось мне вот твое лицо. Нет, ну, на самом деле я хочу всем сказать, что фильм очень, он очень затягивающий, он очень правдивый, он очень действительно искренний, трогательный. И те, кто любят именно кино, которое рассказывает историю, это в самом деле это история, история взросления каких-то исканий, и тем более здесь есть и любовь, и такое тоже исторические какие-то события. То есть это действительно такое кино, которое, ну, интересно и очень познавательно смотреть, и что будет дальше. Вот, да, ведь всё-таки вы... Нет ли предложений продолжить сниматься? Какие дальнейшие планы? Всё-таки этот опыт, который вы получили, сразу вот главные роли, он неужели останется вот единственным? Ну, это как бы от меня очень мало зависит. Я думаю, что, потому что, ну, я сам не режиссёр, так что я сам себя не могу на главную роль ещё взять. Сейчас каких-то предложений у меня нету, но сейчас у меня ещё, ну, побольше так, меня волнует моя академическая жизнь, потому что я не очень хороший студент университета, поэтому я вот сейчас пытаюсь вот изменить себя, изменять себя в том плане моей жизни. Да. Ну, насколько вот попав туда, в мир кино, вы, может быть, по-другому теперь смотрите фильмы, что-то замечаете, то, что раньше как просто зритель уходило, а теперь вы смотрите, понимаете, да, вот как они сняли эту сцену, вот представить, вот можно представить себе, сколько там труда вложено было вот в каждой, в съёмке каждой сцены? Конечно, да. Я на 120% теперь могу восхищаться хорошей работой актёров, потому что если вот смотреть фильм, если я вижу, что вот эта роль, ну, она очень-очень трудна, тогда я очень восхищен, я, например, так восхищен был именно русским фильмом «Долда», который был в Риге, и она на меня оставила такое, ну, очень большое впечатление. но там была не только работа актёров, там была работа, ну, вот весь этот фильм, весь этот Макс Ластарус. Ну да, вся художественная работа, действительно, вот авторская работа, которая была вложена. А в чём действительно популярность сейчас латвийского кино? Почему такой всплеск интереса? Потому что, ну, буквально пять лет назад практически очень мало было фильмов, и тогда, я понимаю, что были большие, ну, сомнения по поводу финансирования, что насколько это будет окупаться, насколько зрители захотят смотреть. И вот мы видим, что уже второй год подряд, когда большое количество фильмов выходит на экраны, и все они находят своего зрителя, то есть практически каждый фильм встречается очень тепло, и у каждой картины очень большая аудитория. Ну, я думаю, что много с этим делать надо, и сказать спасибо. Например, фильмы с Латвии с Симтгадой, вот этот проект, который был, пильсата пивопись не часть этого проекта, но пильсата пивопись, она как бы, ну, она очень, очень хороший фильм. И я думаю, что с этим проектом латышский зритель, ну, вот не латышский, но зритель, который живёт в Латвии, он увидел, что да, здесь действительно есть что-то, на что смотреть. Не обязательно надо идти на фильмы только американские, но есть сами свои режиссёры, свои актёры и другие актёры от других сторон, на которых надо смотреть и на которых интересно смотреть. Так что я думаю, что это надо только поддержать, потому что я думаю, что если мы сами делаем, ну, вот тот ПВН, который есть в фильмах, которые сделаны в Латвии, латышскими режиссёрами, он гораздо больше, чем иностранными фильмами. Он побольше европейскому кино, но американскому кино он может быть не такой большой, потому что это другой мир, и эти люди нас, может быть, не так хорошо знают, не так хорошо понимают. Они знают и понимают, что это зритель, ну, вот такой average viewer, и они на это работают, но мы, те люди, которые живёт в Латвии, я думаю, что мы не являемся average viewer. Нам есть свои проблемы, нам есть свои заботы, своя история, которая нам всем, ну, более-менее общая, и это сделает нас очень чувствительны к темам, которые оказаются в кино. Ну, я думаю, что, может быть, так. Но я так, да. Потому что мне как раз показалось, что в этом фильме действительно показана Латвия очень разной, и где живут самые разные люди, и хорошие, плохие, разных национальностей, и, в принципе, вот это, ну, очень такая честная, какая-то объективная была попытка показать историю без, ну, каких-то упрощений, а вот показать всю сложность и неоднозначность вот этих всех исторических событий, и поэтому этот фильм так очень трогает, мне кажется, зрителя, и, во всяком случае, меня он очень тронул, и очень был, ну, как-то очень оставил приятное, как говорят, вот послевкусие, то есть, когда ты вспоминаешь этот фильм, и у тебя остаётся какое-то такое чувство очень приятное, что ты прикоснулся к чему-то хорошему. Да, я думаю, вы всё сказали совершенно верно, потому что, ну, в этом фильме нету таких хороших или плохих людей. Все люди-люди, и все люди в этом фильме. И я думаю, что один человек, один зритель может себя или свои мечты или заботы видеть не только в одном персонажа, персонажа, персонажа фильма, мы можем видеть, что вот, например, я, ну, если бы я какой был-то человек экс, тогда я мог бы увидеть, что, да, вот, я тоже хочу делать вот одну вот такую вещь, например, музыку, как Антис хочет делать искусство, но я не хочу вот быть таким как Антис, я вот хочу быть таким умным, как Найга, или хочу там сделать свою жизнь как я хочу, как Зисела, или хочу быть таким опытным, как Бернштейнс. Ну, вот, я думаю, что у каждого человека там есть что-то свое. Я надеюсь. Час пробежал совершенно незаметно, вот, в нашей студии Давид Сухаревский был, огромное спасибо, фильм «Город у реки пилс», это «Пиоупес» идет сейчас с большим успехом в нашем прокате, спасибо вам, Давид, что вы пришли к нам. Спасибо, что вы меня слушали. До свидания.